Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры! Сегодня мы с вами рассмотрим две важные позиции из окончания в русских шашках. Так называемую позицию Цирика и так называемую позицию Саргина. Ну давайте сперва рассмотрим позицию Саргина. У белых две шашки, B4 и C3 и дамка. У черных дамка на нижнем двойнике отсекает шашки белых от прохода в дамки. Задача белых, то есть провести шашки в дамке, удерживая большую дорогу. Но если ход черных у них это не получается. Если же ход белых, то белые выигрывают. Ну давайте рассмотрим эту позицию при ходе белых. Белые играют B5. Ну и лучший ход за черных в данном случае играть на С5. Белые занимают нижний двойник. Ну и как бы черные не играли, белые побеждают. Ну сильнейшее продолжение за черных играть на поле Е7. Теперь белые точно играют дамкой, находящейся на поле Ж1 на поле Д4 и выигрывают. Вот эта позиция очень важная. Также получился так называемый ЦУКЦВАНГ. То есть в этой позиции очередь хода невыгодна. В данном случае очередь хода черных и они проигрывают. Ну то есть если они как-либо играют на любое поле тройника, уходят, то белые просто идут в дамки. Черные не могут их остановить. Ну видите, нападение невозможно, потому что белые отойдут, отдадут вторую шашку и выиграют легко. То есть а если черные играют на поле Д8, не дают сдвинуть шашку А5, тогда белые играют на поле Е5, грозят поймать черных. Черные вынуждены уйти, но уже на поле Е7, видите, на поле Ж5 и А4 нельзя из-за простой ловли. То есть уходить надо на поле Е7 и тогда белые побеждают А5. То есть нападение уже не проходит. Белые легко выигрывают. Ну давайте рассмотрим эту позицию при очереди хода черных. У черных есть ничья, если очередь хода их. Можно играть на поле Е3, можно на поле Б6. Ничья достигается в обоих случаях. Ну давайте рассмотрим сегодня случаи, когда черные играют на поле Б6. Задача белых вытеснить черных с нижнего двойника. Ну это у них получается, но выигрыша нет. И лучше всего в этой позиции белым играть на поле Ф2. Чтобы максимально осложнить жизнь черных. После того, как черные играют на поле Д8, белые играют БЦ5. И сейчас черным надо сделать 4 точных нападения, чтобы завершить партию в ничью. Во-первых, черные должны напасть на дамку Ф2. Для чего это делается? Ну это делается для того, чтобы потом было нападение с полей Е7. В данном случае, видите, когда дамка на поле Ф2, черные проигрывают из-за ловли своей дамки в петлю. Поэтому черные должны разрушить эту петлю. Но если белые уходят на поле Д4 после нападения, то нападаем сзади, так сказать, с тыла, и шашка белых гибнет. Поэтому белым уходится уходить либо на поле Е3, либо на поле Ф2. Ой, Ж1. Но если уходят на поле Е1, тогда просто занимая большую дорогу, белые отходят, и ничья черным гарантирована. Поэтому белым необходимо уходить на поле Е3. Сейчас нападаем с поля Е7 на шашку С5. Почему нельзя напасть сразу же на шашку С3? Потому что белые закроются. И если теперь черные еще раз нападут, белые еще раз закроются, и позиция выигранная. Если сюда отойдут, то просто грозят поймать дамку. Ну и белые шашки пошли в дамки. То есть, после того, как напали дамкой на H4, надо напасть дамкой на Е7. Ну, закрываться нельзя, потому что черные займут большую дорогу. Поэтому белым необходимо отходить. Вот теперь уже нападаем на шашку С3 по большой дороге. Белые вынуждены закрыться. И теперь нападаем на шашку Б6. Белые отходят, и черные снимают шашку С3. Белые не в силах им противостоять. Вот именно так достигается ничья в этой позиции. Позиции Цирика. Прошу прощения, Саргина. Вот позиция Саргина. А есть еще так называемая позиция Цирика. Ну, допустим, вот такое положение. Часто возникают оба окончания. И позиция Саргина, и позиция Цирика. В чем тут отличие? Белые еще не сдвинули шашку А3. То есть, если белые будут пытаться занять бортовое поле двойника, мы должны будем за черных сопротивляться этому. То есть, белые, если пойдут на поле H2, мы должны играть на поле G1. Если на поле B8, то играть на поле A7. То есть, неважно, где находится дамка, на H2, на B8. Позиция доска симметричная. Поэтому, тут, ну, без разницы, как играть, нам нельзя давать белым занять нижний двойник. После того, как белые все-таки сдвинут шашку, то есть, помните, эта позиция была? Вот в этой позиции ход черных, когда был, была ничья. Если ход белых был, то у белых был выигрыш. То есть, эта позиция то же самое, что и эта позиция. Если белые сдвигают шашку A3, то черные играют на B6 и после нападения занимают пункт A5. Ну и после того, как белые играют на поле F2, черные играют на D8. БС5, сильнейшее продолжение, сильнейшая атака. Ну и черные разрушают сперва петлю. То есть, не дают белые пока напасть с поля E7. Разрушаем петлю. Затем нападаем с поля E7. Белые отходят. Нападаем с поля F6. Черные, белые закрываются. И нападаем с поля D8. Белые отходят. Черные нападают на шашку C3. И партия заканчивается в ничьей. Какие еще есть ловушки в этой позиции? В позиции Цирика. Очень часто начинающие путаются в этих позициях. То есть, они считают, что и позиция Саргина, и позиция Цирика одно и то же. Но это не так. То есть, если белые играют, занимают верхний двойник. То есть, одно из срединных полей. То черные должны тоже занимать одно из срединных полей. Если белые занимают бортовое поле, черные занимают бортовое поле. И так далее. То есть, но белые иногда провоцируют черных. То есть, они сразу же сдвигают шашку. И черные по инерции играют на срединное поле. И после того, как белые займут уже бортовое поле, черные также не дают белым занять нижний двойник. Но белые уже выигрывают в этой позиции. То есть, сильные шашисты путают начинающих. Вот эта позиция уже проигранная. Мы ее рассматривали. Видите? То есть, в этой позиции, допустим, пошли сюда, 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 сюда. То есть, если белые сдвинули шашку, нам уже надо играть на поле B6. И в случае, допустим, белые занимают бортовое поле, мы уже играем на поле А5. То есть, видите, белые не могут сдвинуть свои шашки, так как они связаны. И белым приходится занимать двойник нижний. И теперь черные играют на поле D8. То есть, как бы белые не пошли шашкой, ничья достигается довольно-таки легко. То есть, если белые пойдут шашкой на D4, мы нападем, на них белые отходят. Мы заняли большую дорогу, ничья обеспечена. Если белые играют на поле А5, то мы нападаем сперва на шашку C3. Белые закрываются. И получилась вот эта вот позиция. Помните, я вам показывал. То есть, позиция с цукцвангом. То есть, очередь хода невыгодна. Раньше была очередь хода черных. В данном случае очередь хода белых. То есть, если белые уходят с нижнего двойника, черные займут нижний двойник. Ну, их отсюда не выкурить. То есть, как бы белые не играли, они рано или поздно сдвигают шашку с большой дороги. И черные благополучно делают ничью. То есть, в этой позиции, а как еще играть остается? Ну, если белые, допустим, играют АБ6, то черные нападают. Эту мы позицию тоже уже видели. Белые отходят. И черные выигрывают шашку C3. То есть, в этой позиции, если очередь хода белых, надо играть на Б6 и на А5. Ну, и после того, как... В принципе, белые тут еще могут половить черных. То есть, сыграть на Ф2. Ну, и белым надо играть на Д8 обязательно. То есть, в чем суть тут? Тут иногда белые играют на А4. Пытаются вот еще таким образом спровоцировать на ошибку черных. Я как-то в блице сыграл на поле А5. И мой соперник не успел тут. Буквально у него 2 секунды оставалось. У меня они больше 3 секунд. Он не успел сделать выигрышный ход. И я даже выиграл. Ну, белым достаточно было сыграть на поле Д8. И, как видите, черной дамке ходить некуда. То есть, в блице можно даже проиграть эту позицию за черных. Ну, достаточно было пойти на поле Б6. То есть, занять нижний двойник. Ну, и в принципе, позиция повторяется. Если напали, ушли. У нас есть 3 поля. Видите? Ф2, Е3 и Б6. Б6 заняли белые. Ну, мы будем играть на этих полях. Если сюда пошли, мы пошли сюда. То есть, сюда пошли. Напали. Связали шашки белых. Если белые пошли на Ф2, ушли на Д8, БС5. Ну, и эту позицию вы уже знаете. Напали. Разрушили петлю белые. Ну, ушли, допустим, на Ж1. В этот раз сделаем так. Допустим, еще раз напали. Ушли. Видите? Сейчас напали еще раз. Закрылись. Напали с поля Д8. Ушли на А7. И напали с А5. И ничья белым-черным обеспечена. Друзья, я вспомнил забавный эпизод, как надо мной развлекался мой тренер. То есть, он ставил эту позицию и за белых, и за черных. И задавал вопрос. То есть, Олег, ты защитишь эту позицию за черных или выиграешь за белых? То есть, как сказать, какая оценка позиции? Ну, как ты считаешь? И я сперва говорил, что ничья, потом выигрыш. Вот буквально, друзья, раз в 15, наверное, эту позицию тренер мне ставил. Я вот все-таки потом нашел ничью за белых и сумел защитить. Окончательная оценка этой позиции, конечно, ничья. Да. Но важна очередь хода. То есть, если черные недостаточно хорошо знают позицию цирика, то есть, более сложную, когда шашки расположены белых на А3 и С3, то черные могут легко запутаться и перепутать как раз с позицией саргина и проиграть. Друзья, теперь вы знаете позицию цирика, позицию саргина и рекомендую вам хорошо их выучить, знать на зубок. Теперь у вас уже ни один мастер, ни один гроссмейстер не сможет победить. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, на все вопросы отвечу. До свидания, еще увидимся.